конечно 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 вы можете писать и у кого нет микрофона вопросы в чате в телеграм пока а вот нажмите кнопочку мне написала марина петрова хорошо вот лучше общаться через микрофон потому что смотреть одновременно и туда и сюда немножко сложно спасибо и так да да эти сообщения яма я не смотрю сейчас уже смотрю на экран да самое лучше выступать голосом вот как сделала маргарита рудольфовна прям прямому ну давайте я не знаю если вам это подходит давайте я покажу еще раз самого начала добрый день дорогие коллеги я только включил благодаря марине маргарите рудольфовне включил запись так готовился что забыл сделать это говорил я о том что есть программа оксиметри у которой есть бесплатные версии так называемой коммунити лучше всего коммунити с а она гигантская по размеру ее нужно примерно час ставить ну и качать где-то качается она быстро за минуту а потом еще долго устанавливается и занимает где-то низ несколько гигабайт и требует мощный компьютер сразу скажу новые не должны бояться я провел немало таких записей где выступающие на экране ничего не делали не только говорили то есть я выполнял свою работу как режиссер сценарист еще дня не погружаясь вот эти визуальные эффекты нужно было выстроить структуру подачу записать на хорошую камеру и микрофон докладчик а как он будет двигаться потому что на телевидении а это телевизионные эффекты это не просто простая горячая голова возле слайдов или за слайдами это действительно объемное пластическое видео прошу прощения и прошу это учесть что не обязательно все тащить одеяло на себя что-то можно делегировать потому что это достаточно редкая услуга то что я говорил до того как включил запись вкладываются в рекламу не просто так хорошие вещи дешевыми не бывают я знаю репетиторы вкладываются в рекламу ходят на различные курсы изучают как себя подавать как рекламировать и тоже вкладывают время и деньги то же самое здесь а в ходе занятий когда уже ученик записался уже обучение начато там применять вот это все уже не обязательно там идет визуальный контакт показа форму по физике по химии рисование а живое общение там уже не обязательно вот это студийная технология виртуальной и дополненной реальности вот о чем речь или провести какое-то важное ответственное мероприятие вот этой визуализации подать заявку на грант вот у меня был заказ крупный именно на заявку на федеральный проект крупный готовили краткий ролик на 7 минут заказчик был вот они сделали это именно так они говорили при чем я находился дома управлял процессом как они выходят микрофон как смотрят как говорят движение все это отрабатываю наблюдая из дома они говорили потом высылали мне свое видео на обработку и получалось то что надо это ответ скептикам о том что это трудоемко и чрезмерно долго и чрезмерно сложно все сложно нет ничего в мире простого чтобы раз по щелчку и и все заработало и так вот этот сайт оксиметри давайте посмотрим еще например для понимания того как это работает вот здесь тоже ролики демонстрация создание настроения создание эффекта присутствия создание ощущение объемности вот о чем идет речь это привлекает это вызывает интерес 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 вызывает внимание 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 вызывает запоминание мы в данном случае пример того что вот видите в реальной комнате появился виртуальный объект виртуальный объект дополненная реальность то есть даже это можно делать в этой версии показывать какие-то механизмы какие-то устройства я это не делаю нечего демонстрировать или вот такие вот какие-то графики диаграммы тоже объемные с двигающейся камерой вот в реальном пространстве появляются вдруг процесс движения планет вы можете на сайте эксиметри точка ком посмотреть тут есть и знакомые нам уже телевизионные эффекты вот девушка стоит студии на самом деле она стоит как вы поняли на зеленом фоне и все происходит пространстве именно в пространстве пластичность мы чувствуем пластичность этого пространства на экране вы сейчас видите не идеальное качество телеграмм искажает качество прошло это учесть реально когда сделано все хорошо качество отличную full hd или 4k не буду я наверное раз этого не вызывает у вас вопросов дальше показывать кстати используется и некоторыми нашими российскими компаниями этот это же технология а находится это все в венгрии то есть да могут быть какие-то санкции хотя в венгрии закупает не хочет отказываться от нашей нефти и газа но даже если какие-то появятся запреты то бесплатную версию которую можно установить на свой компьютер и никто не заберет все что на вашем компьютере это ваша никто туда не влезет то что в онлайн там до могут заблокировать вот и причем это все бесплатно без ограничений свободно так жду ваши вопросики пожалуйста задавайте да конечно вот мой ролик я даю ссылочку так ссылочку хорошо могу в как в чат чего но вот и в чат союза профи до я ее скину еще раз хотя она там уже была это допубликовал не раз если кому надо говорить я тоже скину могу скинуть и лично прямо отсюда отправить сообщение вот вот так вот могу и так лично вот посмотрите и еще кто не видел а кто видел еще раз посмотрите как это делаю я вот я сижу дома передо мной микрофон мой любимый блюети великоват но он тоже не нравится по размеру но зато у него хорошее качество без всякой без всяких фильтров по улучшению голоса он работает с хорошим качеством видите мои руки лежат на столе я смотрю прямо почему прямо потому что я я никуда не смотрю я читаю текст который сам написал на суфлёре это не обязательно да да конечно я не раз делился этим секретом расскажу что там все очень просто вот он принципе у меня я не знаю видите сейчас я давайте покажу его вы можете задавать любые вопросы абсолютно спокойно сейчас я попробую мою камеру увеличить а вот в принципе этот суфлёр это как видите из пластика под углом 45 градусов такая панелька сюда кладется телефончик она не убежит текст текст отражается на этой поверхности а вот в этой точке находится камера и вот это все крепится стяжками стяжками такими вот зацепами я продумал это для моей камеры вот logitech c930 вот такие вот два выступа крепятся зажимами камере вот тут находится камера камера смотрит через это стекло я смотрю на камеру на самом деле я читаю текст который сам же подготовил не советую не надо думать что это все так просто бац бац и получилось нет это много возьми можно купить в районе 12000 суфлер какой-то там аэро тоже коробочка тоже кладется смартфончик тоже стекло профессиональное решение можно и купить не буду сейчас даваться детали но хочу отметить что мало просто запустить автоматический текст на экране я еще его регулирую скорость потому что в реальной жизни мы говорим всегда с разным темпом мы можем делать какие-то паузы смысловые где-то быстро говорить где-то помедленнее и вот я продолжаю спасибо за вопрос если надо потом дам ссылочку на как я сделал суфлер у меня был целый вебинар по суфлерам и я смотрю прямо движение головы это не касается уже чисто виртуальной студии это уже пошла режиссура кино телевидение актерского мастерства о чем я много прочитал но там на самом деле простые вопросы голова движется вот вбок влево вправо это неправильное движение на телевидении только вот такие убедительные кивки головой они являются правильными убедительными вот поэтому я смотрю постоянно в объектив потому что у меня суфлер это редко делаю обычно я уже научился хорошо говорить без суфлера если что-то знаю но мне вот хотелось его использовать следующий момент наличие вот этих вот виртуальных виртуальных мониторов видите я говорю а рядом пока находится монитор который показывает так давайте себя уменьшу а то не видно возвращаю себя назад вот так вот вот этот монитор на котором я что-то демонстрирую что-то показывается это делается заранее записал ролик и синхронно все двигается и все это в виртуальной студии причем хочу подчеркнуть что постоянно заставлять камеру двигаться летать в разные концы не обязательно но вот каждое движение камеры это всегда привлечение внимания вот этот мой ролик вы сейчас его не слышите вот видите как двигается камера движение этой камеры или смена кадров это тоже работа режиссера это искусство киноподачи я это знаю я тоже могу это рассказать но в принципе речь идет о том что через определенные логические промежутки времени на экране должно что-то происходить не постоянная вот это вот говорящая плоская голова а именно объем движения с определенной логикой с определенными законами искусства вот если вы обратите внимание тут и земной шар у меня шевелится для чего тоже что-то цепляет что кто-то не уснул от моей речи облака за окном двигаются дует ветер и облака за окном летят а вот говорю про плоскую голову вот плоская говорящая голова на экране как это я раньше делал тоже выступал тоже проводил вебинары тоже что-то показывал на конференциях это плоская голова а вот это пластическое видео объемное с показом теней ну и тут я показываю как это бывает вот та же самая студия которая у меня та же самая студия вот эти бесплатные студии о которых я говорил бесплатные поставки есть платные студии дорого они стоят ну вот такие вот статистические данные какие-то виртуальные объекты в данном случае география вот это все покупается там все продается ну делать это совершенно не обязательно и тут вы понимаете все о чем идет речь именно пластическое видео в этом ролике показываю как оно создается даже в домашних условиях как это делаю я повторюсь вот эта наклеечка на бесплатный вот правом углу его ее можно как-то прикрыть вот я подложил свой логотипчик под нее в бесплатной версии будет вот этот логотип компании эксиметрии из Венгрии так я прошу задавать все таки вопросы если будут не стесняться я с удовольствием отвечу пока продолжаю вот тут мои образцы как я в этой гигантской студии нахожусь с этим монитором все это пластично вот я готовлю эфир на экране показываю то что считаю нужным по моему сценарию это демонстрационные тоже ролики все это объемно все обсчитывается все оказывается в объеме в пластике повторюсь пока говорил до того как включил запись видео должно быть качественным вот съемка на электро на камеру должна быть на камеру дорогую у меня ее нет у меня обычная веб камера Logitech C930 но даже на эту камеру Full HD 1920 на 1080 пикселей можно создавать приемлемое качество вот я демонстрирую как я общаюсь с коллегой Анна Константиновна Золотова находится дома в деревне в Ленинградской области вот Андрей Юрьевич делал мне заказ как он представляет свое решение поставил громадный монитор в том же виртуальном зале подставил ему этот стол скажу почему я его подставил потому что когда они снимали там может быть моя недоработка как режиссера не были показаны ноги сама обувь а не так мои ошибки там не было у них была короткая ткань а поэтому ноги невозможно было я прикрыл вот этим столом поставил мраморный столик чтобы скрыть его нижнюю часть ног а так он говорит хорошо убедительно смотрит в камеру да у него был тот же тот же суфлер по моему и у него получилось все блестяще но я говорю суфлер не обязательно и вот сам сценарий возвращаясь к вопросу смысла сам текст смысл вот это работа режиссера чем я и занимаюсь что говорить что показывает мне обычно дают слайды и я делаю какое-то вот чудо вот это все визуализирую сам нахожу дополняю сам делаю монтаж вот этих экранов вот эти экраны это делается в монтаже вот еще один проект низкого качества где-то в школе они на фоне стены с плохим светом на плохую камеру с плохим звуком ну как могли записали и я выжимал чудо вот тоже ставлю эту тумбочку чтобы скрыть ноги ну неплохо получилось все равно получилось интересно из-за ковида вот этот конкурс не смогли провести точно и вот такой вот был заказ такая была сделана работа тоже в объеме то есть это редкие мероприятия не постоянные занятия репетитора каждый день а именно какие-то ответственные мероприятия да Маргарита если хотите говорите то есть у вас можно заказать вот такую видеовизитку репетитора да вот я повторюсь моя цель не заработать за счет кого-то а дать возможность показать себя вы можете сами это сделать а можете обратиться ко мне я не знаю кому еще у меня по моему нет конкурентов я не вижу кто кто бы еще подобие занимался я не нашел я увидел студию во первых там тоже те же самые технологии но там настолько все дорого вы сейчас спросите а почему меня а вот еще пример я просто могу попросить вас вот Маргарита Рудольфовна да я знаю вас очень хорошо чтобы вы нашли студию вы в питере живете да или дома где-то записаться на зеленом или синим фоне я буду вашим удаленным режиссером как и режиссеру удаленно я все вижу по скайпу я вижу как говорит человек где сделать дубль можно ли нужно ли делать дубль да какого качества видео какой ракурс я все по скайпу вижу да и управляю как режиссер процессом записи на зеленом фоне а дальше получаю составляю уже полную монтажную схему какая камера когда что будет показано на экране вообще ничего не нужно показывать там просто какую-то формулу или фотографию да и по этому сценарию уже делаю монтаж покусочный монтаж так чтобы было интересно чтобы глаз не оторвать использую музыку причем музыку легальную не такую которая будет автоматически роботами заблокирована на ютюбе использую какие-то библиотеки звуковых эффектов каких-то там реплики с кинофильмов если видели в моем ролике все это искусство это уже не технология это видео искусство я это выполняю я думаю для промо-ролика чтобы показать глубину личности достаточно там 1-2 минуты вот и все вот и показываю как выступать как говорить можно стоя я например не могу стоя не позволяя домашние условия можно и сидя вот так вот сидя глядя в камеру как вести себя знаю изучил эти вопросы и все прекрасно получается настоящий телевизионный классный эффект с высоким разрешением почему я говорю что вряд ли это получится у репетитора нужен мощный компьютер с мощной видеокартой зачем на это тратить деньги если нужно создать всего лишь полутора минутный ролик вот в чем эконом сколько стоит такой ролик ваш спасибо за вопрос я где-то писал кстати расценки за применение даже сегодня я там отвечал евгению на вопрос евгению буркова из омска сколько статистика и так далее мой час стоит 4000 на создание одной минуты готового продукта нужно потратить в тридцать раз больше времени вот и можно посчитать сколько это стоит то есть если я делаю одну минуту за тридцать минут включаем режиссирование монтаж подготовка сценария подготовка выступлению автора работа с дублями составление сценарий где-то полчаса уйдет но обычно меня там просят мероприятия по 7 минут 60 минут с монтажом там больше вам столько не надо и моя ставка сейчас 1 апреля уже не 3500 а 4000 рублей вот можете посчитать то есть это не так уж и дорого и там еще до гарантии возврата если что-то не так сделал гарантии переделок если что-то не так получилось бонусы тем кто много заказывает то есть 4000 или больше я не поняла минутный ролик 2000 рублей 4 4 4 ты до 4000 рублей за 1 час а чтобы сделать минуту ролика нужно потратить полчаса вот и получается минута 2000 рублей высокого качества видео которое нравится и заказчику и мне нравится друзьям почему друзья и знакомые они дают приличную оценку всегда рекомендуется им показать они могут что-то заметить то что мы не видим а уже потом пускать в эфир это дорогая работа и сразу убить сразу быка за рога попасть точно в цель вот о чем идет речь 2 минуты 4000 да да я не думаю что это дорого потому что студия реклама в таких студиях она включает еще работу и режиссера и филолога и дизайнеров там много людей и большое дорогое оборудование а здесь ничего этого не надо вот я показываю вы сейчас видите не очень хорошего качества в телеграме невысокое качество ну вы видите тот же самый ролик который я в принципе и показывал а те кто не видел представляет вот я в этом же ролике в принципе я там все рассказал это оксиметри вот она ее можно скачать вот так она работает в объеме я даже наверное где-то повторил что было в этом ролике но мне было интересно услышать вашу живую связь ваши вопросы вот в прямом эфире чтобы меня спросили чтобы я ответил мне кажется да да для репетиторов для репетиторов возможно это моя гипотеза возможно подготовить несколько демонстрационных уроков хотя это тоже продолжение темы визитки или возможно возможно ну кстати вспомните в тиктоке того же профессора милованова репетитора из санкт-петербурга он пишет стихи у него прекрасная камера он использует дубли потому что у него движения отточенные он там создает сейчас остановлю демонстрацию он там немало работает и его час если я не ошибаюсь как репетитора стоит пять тысяч рублей к нему очерк люби бешеная популярность а начинал начиналось все с коротких видео в тиктоке поэтому готовить занятия владимир по каким-то темам в этой может быть и тоже нужно но тоже как работает он берет какое-то правило из физики или математики переводит стихотворную форму создает вот это пластическое видеорешение и создает имидж это его визитки он показывает короткие уроки делает их массово может быть это тоже выстрелит спасибо за вопрос владимир может быть не просто визитку какой я хороший или я хорошая вот приходите ко мне учиться а вот именно блеснуть показан какой-то сложной задачи вот допустим по математике действие с дробями говорят сложные очень понятно то есть вот уже два направления мы будем делать это видео визитка и видео урок видео урок короткий по какому-то острому опросу который блестяще демонстрирует возможность репетитора обучить любого двоечника вот на собирать какие-то может быть короткие такие задачки и бац вот решение классно заполнилось эффектно обыграть использование вот этих виртуальных камер может быть это какие-то виртуальные объекты вот он сидит репетитор а возле него там ракета взлетает он сидит на космодроме он нажимает на эту кнопку например ученик думает что он действительно на космодроме нажимает кнопку потому что хорошо изучил физику я фантазирую совершенно верно для тиктока там другой формат не такой прямоугольный 16 на 9 просто изменить формат и туда выложить и там маргарита рудольфовна сидит как королева вот этого бала физики там или какого-то ядерного не знаю какого-то процесса вокруг нее там летают эти камеры видно что она сидит в дорогом месте но это пункт или пульт я не знаю какого-то мощного управления потому что маргарита рудольфовна знает вот эту формулу она ее использует поэтому не все летает там все блестяще надо подумать сценарий может быть да вот мы сейчас в живом общении начинаем находить возможности задавайте еще опросы пока вы да не думаю не думаю я алатарами переболел долго ими возился и понял что не работает вот самый ценный образ это вот или образ живого реального владимира с его эмоциями или маргариты рудольфовны или белоножкина поставить вместо маргариты рудольфовны там какую-то куклу аниме симпатичную там говорящую ее голосом или своим голосом но по ее сценарию это фальшивка это фальшивы по крайней мере я не увидел доверия к таким аниме там и прочим каким-то аватаром а реалистичного аватара если добавить реалистичного аватара можно добавить реалистичного да так а зачем мне проще вас попросить чтобы пришли где-то у себя в городе на зеленый фон там у вас засняли или даже дома если есть зеленая ткань и выслать мне и вот вы живой будете находиться в том месте показываться так что глаз оторвать будет невозможно вместо вас конструировать какого-то ну как уабы сделали их двойников ведь уабы не пошло они там вложили бешеное количество а отдачи не получили да симпатично ну да но чувствуется что стариков превратили в молодых престарелых людей они так свежо выглядят да вместо них выступали актеры этих актеров машинным образом превратили в аватары этих исполнителей когда они были молодыми и показывали то на больших экранах не выстрелило поначалу это меня зацепила больше реклама чем наблюдение за самим концертом абы с этими аватарами не цепляет не работает вот живой человек вызывает доверие это мое мнение может быть мы сможем вот дипфейк если появится хороший да и вместо будет там кто-то показываться вместо живого человека допустим говорит Владимир а на самом деле он под видом Сталина или Ленина или еще кого-то двигается говорит хотя это на самом деле Владимир может быть не знаю а где они я их не нашел вот здесь я нашел можно скачать записать вот я сейчас показываю Camtasia да программа известная я делаю обработки где вставляю различные звуковые эффекты делаю обработку показываю а с дипфейком я примеров не нашел это дорого вот это действительно дорого ну тут я показываю как введу обработку всякие заставки телевизионный монтаж тоже Camtasia студия вот эта программа по дипфейку я не нашел я видел там программки использовал их там Ленина оживляла он двигается как живой Сократа Сталина своих знакомых оживлял сейчас не пошло ерунда это какое-то искусственно вот тут я использую я бы я бы использовал другой метод допустим маргарита рудольфовна реальная учительница использует приемы риторики обращение к образу а что бы сказал архимед если бы услышал ответ вот такой ответ вот такой ответ и тут показывается архимед у которого удивленные глаза да он двигается но не говорит потому что это это слишком слишком искусственно тут не перегнуть палку а вот маргарите рудольфовне можно быть тем персонажем которому доверяют аватаром доверие пока невысокое очень сложно вызвать доверие ученика особенно дети они же недоверчивые они чувствуют фальшь понимаете одно дело посадить маргариту рудольфовну и показать ее в необычном месте необычном пространстве этом этом да другое дело когда приходит архимед и начинает говорить двигаться что-то там рассказывать что-то не то вот поговорить с ним можно но это известный механизм риторики называется разговор с мертвыми и показ его и показ его образом вот это работает ученик смотрит на этот диалог с мертвым человеком которого нет он представляет его прикольно да он внутри уже тоже ведет диалог с этим архимедом мысленно да потому что маргарита рудольф на этот диалог обыграла с учениками что бы сказал архимед или шекспир вот это так называется в риторике разговор с мертвыми он всегда вызывает он цепляет он вызывает интерес причем для этого можно никакие технологии не использовать просто в аудитории риторический прием используют для усиления визуального эффекта можно поэтому тут вопрос доверия психологии очень важно хорошо что вы задаете вопросы спрашиваете сейчас я показываю примеры забива когда между кадрами какие-то происходят движения вот тут у меня бесплатная программка видео съездил таки забивки беру переходики быстрый как видели по телевизору использую перебивки называю называемые заставки перебивки чтобы снять процесс уставания зрителя от монотонной речи какого-то там лектора учителя говорит говорит там чтобы что-то помелькнуло но тематическое осмысленное тоже прием я использую тоже как моя находка что еще здесь важно оказывается дорогие коллеги искусство кино а мы говорим иску об искусстве кино она и на связано с движением осмысленным движением вот он идет вперед вот он посмотрел направо зачем все это срабатывается если вспомнить фирмы фильмы того же эйзенштейна да все продумано вот эта движуха она цепляет даже когда голоса нет когда кино не мое но это еще не все сейчас на экране вы видите сайт звукограмм тут звуки еще звуки какие-то реплики шумы можно добавлять тоже чем-то бесплатные это тоже искусство музыкально-шумового воспроизведения они усиливают тут я показываю бесплатную программку paint.net для графического монтажа когда нужно какую-то картиночку с каким-то текстом paint.net тоже те кто них не хотят думают что я хочу именно только заработать нет пожалуйста тут многое бесплатно и пожалуй тут и все вы увидели ролик вы увидели какие приемы я использую вот эти вот застатки перебивки какой ритм должен быть у ролика это все называют таким новым термином пластическая видеография где в центре лежит сценарий это работа с текстом все знают что такое что ритминг я прочитал вот скачал книги по монтажу по видео искусству изучил везде лежит текст в основе логика вот еще книга алана розенталя я все прочитал я скажу вы знаете когда много читаешь потом выясняется что там все какие-то простые законы и правила этих монтажа чтобы к ним подойти нужно потратить массу времени а когда идешь уже за монтажный стол там все сводится к простому и легкому и вот видите я снова показываю себя еще раз говорю это не высокого качества телеграмм сейчас трансляция не идеального качества вот я вам показал это новое искусство она не универсально она именно локально для решения каких-то локальных прежде всего рекламных задач для продвижения каких-то проектов так чтобы вот искать это единственное там главное чтобы обучить ребенка нет это будет перебор много других есть других решений сайтов где ролики анимация уже есть причем и бесплатные решения а вот у меня такое решение как дополнение мы для научиться да нужно ли учиться не обязательно это долго можно ли использовать и обучен да вот я могу обучен могу вам помочь обучение это индивидуально например кстати вот там был брак вокруг меня на плече были пила я знаю я хотел переделать этот ролик но потом решил пусть будет как есть она не всем надо вот маргарита рудольфовна тут нужно обследование если у вас подходящий компьютер так умеете ли вы включать нет нет не так там очень много на горячих клавишах как ни странно копипаст и прочие другие горячие клавиши при тоже нужны если у вас зеленая ткань если у вас камера у тебя плечи там резаны это плохо сделал на зеленом фоне если у вас зеленый фон если у вас свет я может быть через пятнадцать минут работы с вами скажу вам нет смысла учиться это нереально но так в среднем думаю часов 10 до 10 за 10 часов можно обучиться у меня или где-то вот как я говорю там часов 60 80 как я скрупулезно под конспект самостоятельно можно обучиться и без меня вот эти требования что надо знать что такое окно в компьютере что такое файл там работа с файлами что такое панель задач в индусе или док панель в маке я думаю что это сугубо индивидуально обучение так чтобы вот взять группу групповым методом кого-то научить я это не представляю только индивидуально штучная не получится кто-то будет стесняться кто-то будет скучать он уже все понял а там другие ждут может быть и сделаю курс может быть надо нам да да розовая . горит в телеграме есть розовая . давайте покажу и вот что происходит сейчас вот эта розовая . телеграм вот она зрителя вот вот эту розовую мерцающую точку видят все так что-то тут за танк выскочил а тоже youtube он подначил это ютюба показывал начал мне следующий ролик пока вот этот мой ролик можете посмотреть до запись идет я очень благодарю вас за ваши вопросы давайте поспорьте со мной не согласитесь меня иногда возражают это не нужно это скучно я пытался отвечать как мог можно еще раз к этому вернуться насколько это нужно мне тут мне тоже кажется у меня невестка тоже репетитор я бы не сделал и бесплатно может кто-то знает ее она тоже вашей группе маргарита это не нужно к ней очередь и так стоит и она только успевает а мы дедушка с бабушкой только успеваем внуков забирать чтобы они не мешали заниматься сейчас лето начнется повезем на дачу она будет некоторым не нужно но ведь можно же мы же взрослые мы можем как милованов приподнять ценовую планку чтобы не просто очередь а очередь именно из доходных семей с высоким доходом поднять планочку а сами занятия говорю еще раз как обычно по скайпу там или по зуму вот как я сейчас провожу в телеграм тоже неплохо проходит вебинар в телеграме хорошо но в телеграме нет возможности писать обоим участникам или там несколько группы чтобы все имели возможность писать по экрану и все было видно в телеграме же нет этого по телеграму меня целый цикл я провел там больше ста человек телеграме используют другие решения так где тут они да онлайн доски где они там пишут совместно вот конечно конечно вот часто скажу немножко не по теме тоже к пластическому не относятся а вот google джамборд idra.com youtube s-board мурал спокойно там пишут уже там другого лица можно и не видеть не обязательно видеть да на что они пишут друг другу учитель ученик но на экране действительно это можно показывать все все видят что что там еще нет опросы есть телеграм можно опросы и квизы где есть правильные варианты но я так понял репетитором они не нужны вот только рисование там же обычно группа небольшая вот они рисуют где-то до google джамборд и там все еще сохраняются и как я понял где там это легко они быстро понимают что еще нет телеграмма только качество может быть картинки не идеальная да хотя так смотрю все видно вот сейчас и меня видно ведь я в кружочке в иллюминаторе сижу экранчик мой виден ну что коллеги я благодарю вам если у кого-то возникло желание получить бесплатную предварительную консультацию прежде чем что-то там платить я готов связывайтесь сначала нужно провести небольшую легкую диагностику задачи может быть это вам и не надо я честно говорю как как доктор что вам это вам надо это вам не надо на допустим вот маргарите я вот знаю микрофон есть зеленая ткань только не знаю вот это надо изучать а камера у вас хорошая слабоватенькая нужно 1920 а потом смотрите вот вот я сейчас именно на примере маргарита рудольфовна покажу пример такой точечной диагностики предварительной когда человек говорит вот эта смена кадра иногда нужно показать глаза человека его лицо глаза очень сильно воздействует на психику какая-то важная длительная информация приблизить в кинематографии именно показать лицо крупным планом если это будет дешевенькая камера тысяча восемь при приближении она даст пикселизацию то есть мы потеряем хороший ресурс для эмоционального воздействия для вызова интереса может быть вам сходить куда-то в студию договориться даже может там есть и суфлер да это приведет к затратам да или найти камеру одолжить у кого-то хорошую камеру с 4к и записаться потом вернуть если это ролик там небольшой да мы говорим промо потому что просто сидеть как говорящая голова на камеру по пояс и пока двигать там руками это уже понятно вот именно при крупном плане при каком-то важном визуальном и смысловом акценте показать глаза человека это вот не получится подумайте у меня там тоже когда я показываю сам себя при приближении появляется брак вот видите у меня камера не идеальная не всегда вот вокруг головы появляется расплывчатости вот я вижу ухо тут не четко камера слабенькая вот это у меня камера уже уже не так как хорошо было по телевизионному которая соответствует возможностям этой программы вот тут у меня очки блестят видите это тоже брак у меня просто не стал переделать но я знаю как от него избавиться от лампы нужно правильно поставить свет почему вот в студии не будут блестеть если пойти какую-то фото в обычных фотостудиях там еще есть и видеосъемка при крупном плане вот когда крупный план не крупный а средний план подальше там все нормально там можно посадить посмотрите на руки Маргарита Рудольфовна чтобы руки оказались лежащими вот так вот на столе потому что руки они означают показывают доверие я положил сюда тоже зеленую ткань на стол есть у вас такая возможность еще и на стол не знаю то есть мне придется ваши руки отрезать а это уже не будет эффект объемности это тоже в сторону вот где-то договориться то на пять минут пойти в студию записаться на хорошую камеру вот обследование то есть я знаю решение я знаю что это все будет требовать дополнительных затрат но я знаю какой эффект у зрителя это может вызвать это знание это видео и вы это видите и многие это видят что да это необычно это завораживает это искусство которое дополняет что скажете Маргарита Рудольфовна ну что скажу мне это интересно пойдете искать в студию для записи с 4к кстати у Милонова у Милонова 4к везде у него блестяк у него очень дорогие дорогое оборудование Милонов не купить или арендовать или пойти записаться в фотостудии каждая фотостудия там еще у них есть зеленые фоны у них есть свет даже не выходя из дома позвонить я например в Сочи бы нашел бы даже у вас в Питере могу созвониться найти такие студии и расценки давайте сначала попробуем с тем что у меня есть если вам не устроится давайте я выжму я выжму все давайте кстати хорошо вот это хорошее предложение спасибо за подсказку надо пробовать пробовать и смотреть давайте свяжемся как я работаю вот у меня нет секретов от вас коллеги мой клиент сидит по скайпу и говорит мне сидя на зеленом фоне он мне говорит по скайпу в это время происходит запись иногда я сам записываю он ничего не записывает я с его камеры получаю а потом делаю вот эти чудеса и получается иногда вот как с Михаилом Бреслером я делал или нет не с Бреслером с Голубицким российский журналист у него очень плохой был фонг какой-то такой мутный и неплохо получилось так что давайте пробовать и потом смотреть стоит ли этим делиться давайте мне так кстати за пробы вот и да еще причем для вас я денег не попрошу там пробы то секунд там 15 20 30 и все это же быстро все делается я вам высылаю вы смотрите сами вокруг вас летают камеры и вы видите нравится не нравится в этом зале посажу с таким то давайте вот вот вам в виде подарка в виде бонуса за активность за любезность я денег не попрошу за кинопробы еще какие то вопросы ну похоже вопросов нет думаю все уловили что подводя выводы что программа бесплатная венгерская венгерская никаких санкций не предусмотрено документация есть можно скачать изучить и не знаю я не забыл потому что мне это не надо мне вполне устраивает вот это бесплатная версия вот вот видите это все делаю бесплатная версия вот видите какую тут применил не совсем приличную приличный прием я взял залепил их логотипчик это некрасиво делать я взял и нарушил что то какие то этические я взял и залепил и ничего ну извинюсь если что удалю если вдруг чего вот тут видите у них вот эти все картиночки они двигаются еще вот эти тексты меняются эти экраны вот 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 эти вот стенды делал я вставлял вот эти логотипы и вот эти стенды еще поворачиваются двигаются они двигаются туда за угол заезжают а а а а это хорошо это пример моего творства что я еще добавляю от себя какие то визуальные решения а я не расслышал видимо да то есть плати если платить то только вот эту вот заплатку получается смысл тратить две тысячи евро чтобы приклеить вот эту закладку в крайнем случае можно ее и оставить смотри если посмотреть любой ролик зум там везде логотип зум тоже видим все видеозаписи две тысячи евро вы представляете две тысячи евро или бесплатно ну круто ну вообще я когда я когда увидел фри а рядом две тысячи пять тысяч евро там разные модификации я понял это счастье такого вообще я никогда не представлял без ограничений только из-за вот этого логотипчика а почему две тысячи евро и пять шесть тысяч евро потому что оказывается можно вот это все делать в реальном эфире какие-то там конференции сидят там или доклады делают какие-то дорогие докладчики и все они находятся в каком-то виртуальном пространстве и в нем еще другие люди сидят но все это искусственное все это виртуальное но на глаз не отличишь вот вот почему такие высокие расценки нам это не надо нам вон сел дома на зеленом фоне рассказал и все и ты уже в дополненной реальности вот нам это вполне классно достаточно я был в восторге поэтому начал изучать и пробовать я вижу что это нравится это работает что там 4 сцены 4 сейчас я наверное не смогу показать вы видели наверное вот одна вот одна сцена вот я показываю примеры сцен тут я поставил большой монитор на него пустил какое-то видео вот тут вот тут у меня тоже какой-то гигантский экран на котором что-то движется в город вечерний там какие-то блики что-то движется вот этот мраморный стол на котором отображается мой микрофон и я вот эти всполохи тут тоже движутся и еще и камера движется там где я захочу она то приближается то удаляется вот это одна бесплатная студия ее можно компоновать вместо одного панитора поставить два вместо вот этого заднего фона допустим я сижу на фоне какого-то тропического леса да и все это объемно да еще пример вы видели да вот еще студия это облака летят тут такие вот фонарики причем можно дневное освещение вечернее ночное можно выбирать варианты я выбрал такое вечернее просто вечером шел такой гигантский зал с высоченными потолками ну как покажу его объем это тоже бесплатная да вот вот это гигантская студия высоченный потолок вот эти камеры там летают и третий вариант я покажу студии вот с Михаилом Бреслером да вот вот еще один третий третья бесплатная студия вот такая какая-то такая вот круглая трибунка вверху что-то круглое сияет там мебель вон логотип мой тут качество не пугайтесь на самом деле хорошее это вы сейчас плохое видите вот тут я разместил виртуальный экран с моим собеседником причем он как видите сидит без всякого зеленого фона и камера у него я записывал его по скайпу я вот с ним общаюсь веду диалог и мы смотрим друг на друга я применю этот прием искусственно что как будто мы видим тут наши глаза сходятся как будто мы сидим рядышком а вот такие вот подписи полно научился делать самых разных симпатичных и четвертый вариант студии сейчас уже не помню не помню ну вот из четырех можно выбрать одну а ее наполнять чем угодно любыми объектами любыми это не совсем честно и правильно скорее всего любыми фонами как будто я сижу там на заводе или на фабрике на природе что-то вещаю какие-то процессы показывают или просто какой-то монитор с каким-то показом чего-то я обращаюсь или собеседником оплатные оплатные студии начинаются где-то от 45 долларов там 49 я их пересмотрел и понял что достаточно этих ну что там там новогодние интересные такие студии с дедоморозом с елочками с игрушечками все объемное как-то мне это не нужно поигрался с Unreal Engine еще более навороченное понял что перебор не обязательно такое уж там качество с такими невероятными усилиями там что-то улучшать вот этих нормальных вариантов поставить и понял что главное это в этом всем в этом искусстве это идея как ты говоришь что ты говоришь и как это будет все меняться в виде образа все усиливать еще какими-то там дополнительными объектами я постоянно смотрю что делают молодцы в основном индусы стараются бразильцы вьетнамцы все время что-то мудрят создают новинки ну хотят поразить мне кажется это уже перебор можно и в простых каких-то студиях вот я смотрю как делают новостные каналы НТВ как они все под тем же самым законам все движется камера движется он идет кстати вот минус мой я не могу ходить вот именно когда человек идет и рассказывает и камера показывает это тоже хороший прием но не могу очень многое взял именно с телевидения с центрального CNN РБК как они это все делают а потом я почитал литературу есть законы есть логика и вы видите да привлекает вот ответ на вопрос ваш Владимир этих четырех бесплатных студий что пожалуйста коллеги еще есть вопросы задавайте если нет будем прощаться Юрий Николаевич спасибо вам за такие шикарные идеи что вы постоянно что-то такое интересное предлагаете и нас развиваете без вас я бы мне тоже было бы тяжело вот обращаясь к сообществу я уже работаю только дома никуда не хожу не езжу потому мне очень важно обратная связь вижу она есть спасибо за ваше внимание я заканчиваю нашу встречу те кто захотят связаться вы можете меня найти и хочу пожелать нам новых успехов новых достижений в нашей отличной работе в образовании до свидания но вы напишите в чате свои предложения что вы предлагаете конкретно в чате в магните чтобы люди понимали что вы предоставляете услуги конкретно что мы можем приобрести но пока только вы одна спрашиваете вот я вам одну ответ я не вижу такого спроса давайте хотя там еще кто-то два или три откликнулись много желающих было просто возможно не могут участвовать сейчас в этом мероприятии я думаю что очень многим интересно такое предложение хорошо хорошо но я был бы рад если бы мы сделали с вами пробу и когда и когда другие увидят что он не просто сам один еще у него и другие что-то вот если у вас получится интересное вот тогда может быть и есть смысл говорит вот это да вот если если бы с вами сделать такую кинопробу и потом выйдем на решение так тогда тогда не будет у меня сомнений сейчас я как-то сомневаюсь мне неудобно предлагать услуги я еще вот на перепутье когда у меня не так уж много и портфолио были заказы да очень дорогие но мне этого мало мне нужно еще портфолио набрать вот и мне вы помогаете и я вам помогу ну что ж еще раз спасибо всего доброго до свидания до свидания до свидания О, две рыбы. О, ага, ага, теперь она машет грязными своими грудочками. И вот две одинки в шоколадке. Ну, наверное. О, что-то хорошее. Какая? Какая рука. С орешками внутри? Которая к зубам прилипает? Да. Которая зубы отклеивает. А, помню, что-то заблоковало. Ты пробовала? Да, конечно, это я и откусила. Помылась? Орвот помыла? Посмотри в зеркало. Ты чистая? Да. Да. Ты красивая? Угу. Да. Вот у меня он там. Давай. Тебя. Позbooks ты. Посмотришь. Вот. Боже, посмотришь. Вот он не нравится в поле миленький. Он мне нравится. Он мне нравится. Як housing лад kennет. гуляет да бабушка замерзла на каменьке сидела, они бегали, хорошо бегали водичка просто, хочешь попить? это не орехи, это посудка я замочила посудку, чтобы она росла посудка видишь? да а ты тот чеснок съела или спрятала? съела съела? да еще дай да, только и водичку чтобы закрывать водичку да, водичку на чеснок